Этот комментарий специально для тех, кто у меня на эфирах спорит, что урсосаном камни в желчном пузыре растворить никак нельзя. В 25% случаев камни состоят преимущественно из холестерина, и такие камни можно растворить урсосаном. Да, вероятность не очень-то и большая, но попытка не пытка. Лишиться важного органа мы всегда успеем. Не верите мне, читайте хотя бы инструкцию к препарату. Урсосан применяется для растворения рентген-негативных холестериновых желчных камней размером не более 15 мм. Обязательными условиями для растворения урсосаном камней являются 1. Проходимость желчных протоков 2. Сохранение сократительной способности желчного пузыря 3. Небольшой размер камней до 20 мм Можно ли пить урсосан, если удален желчный пузырь? Ответ не просто можно, а нужно. Если у вас с данной генетикой и с данным питанием когда-то образовались камни в желчном пузыре, велика вероятность, что они могут образоваться также и в желчных протоках. А это гораздо опаснее. Поэтому после удаления желчного пузыря рекомендовано питаться по диете номер 5. Далее принимать урсосан и аллахол курсами. Почему курсами? Потому что главная цель это не помочь организму, а приучить его работать по такой системе. Аллахол пьем в течение месяца. Одна таблетка после завтрака и одна таблетка после обеда. Урсосан также в течение месяца. Одна-две капсулы на ночь. Потом месяц-два перерыв и можно повторить. Урсосан можно и нужно пить на ночь. Это отличный препарат, который меняет состав желчи в лучшую сторону. И его желчегонная функция во многом обусловлена именно тем, что желчь становится более жидкой. Исследования показали, что прием урсодезоксихолевой кислоты оптимален именно перед сном. В вечернее же время нельзя принимать фистал и аллахол, а также другие препараты, в которых присутствуют желчные компоненты. Прием этих препаратов в вечернее время может спровоцировать заброс желчи в желудок. Что увеличит вероятность возникновения гастрита, эрозии или язвы. Урсосан нельзя принимать при остром холецистите. Читайте инструкцию. Читаем. Противопоказания. При остром воспалении желчного пузыря. Не читаем инструкцию. Пьем препарат, когда это противопоказано. Вот так и появляются комментарии. Типа, стало пить урсосан, стало хуже. Даурсосан принимается при застое желчи, при хроническом холецистите, даже иногда при калькулезном холецистите. Но при остром противопоказан. Вот такая особенность этого препарата. Как избавиться от застоя желчи? Первое. Питаемся по диете номер 5. Ее можно найти в интернете. Ищите. Стол номер 5. Второе. Дробное питание. Питаемся 4-5 раз в сутки. Третье. Пьем достаточное количество жидкости. Не менее 200 мл чистой воды на 10 кг массы тела. Четвертое. Курсами употребляем желчегонный сбор. Пятое. Также курсами принимаем препарат Аллахол. Препарат Аллахол актуален для большинства современных людей. Это недорогое желчегонное средство из аптеки. А из-за малоподвижного образа жизни и часто неправильного питания, большая часть населения планеты имеет застой желчи. Однако это очень эффективное лекарственное средство может навредить, если его неправильно принимать. И, к сожалению, этот же неправильный прием рекомендует и сама инструкция. Итак, как же правильно принимать Аллахол, чтобы он не навредил вашему здоровью? Самая частая нежелательная побочка этого препарата – это изъязвление слизистой желудка. Почему это происходит? Дело в том, что Аллахол увеличивает желчоотток на протяжении нескольких часов после приема препарата. И поэтому, когда мы принимаем Аллахол после ужина, а затем ложимся спать, желчь продолжает выходить в 12-перстную кишку и ночью забрасывается в желудок и разъедает его стенки. Поэтому принимаем Аллахол только два раза в день, после завтрака и после обеда, а после ужина – нет. А вы знали, что ваши любимые ферментные препараты, такие как фистал, мизим, креон, панкреатин, убивают нашу поджелудочную железу? Вы могли слышать, они делают ее ленивой. Как это происходит? В перечисленных препаратах и в многих других ферментных есть такое вещество, как панкреатин. Это их основное действующее вещество, которое производится из поджелудочной железы свиней. Когда панкреатин попадает к нам в организм, то блокируется выработка собственных ферментов поджелудочной железы. Для тех, кто не доверяет мне, ссылка на кандидата медицинских наук. Панкреатин, особенно трепсин, входящий в его состав, не дает поджелудочной железе реагировать на поступление пищи, и она не работает. И если ферментные препараты принимать часто или постоянно, то поджелудочная железа перестает выполнять полноценно свои функции. То есть становится ленивой, и нормального пищеварения без таблеток уже нет. Принимать ферменты ежедневно и длительно нельзя. После удаления желчного пузыря принимаем не ферментные препараты, такие как фистал, мизим, панкреатин, креон, а желчегонные, такие как урсосан или аллахол. И самое главное, питаемся 5-6 раз в сутки небольшими порциями. По диете номер 5. Лучший ферментный препарат по соотношению цена-качество. В мизиме, креоне и панкреатине нету желчного компонента, а только ферменты. А ферменты из поджелудочной железы свиньи, и они не очень хорошо взаимодействуют с желчью человека. Поэтому нужно употреблять препараты, в которых есть сразу и ферменты, и желчный компонент. И здесь в поле внимания попадает фистал. Однако минус фистала в том, что он дорогой. Итак, лучший препарат по соотношению цена-качество, в котором есть сразу и ферменты, и желчный компонент, однако он является недорогим, это холинзим. Почему утром натощак нельзя принимать никакие масла? Ни оливковое масло с лимоном, ни масло расторопши, ни льняное масло и так далее. В интернете куча статей с народными советами, в которых рекомендуется выпивать одну чайную, а не дай бог даже и столовую ложку какого-то масла натощак. Да не просто натощак, а как правило за полчаса, а то и за час до еды. Почему этого делать нельзя, сейчас расскажу. Чаще всего такие советы имеют цель отток желчи. Но давайте подумаем логически, зачем вам за час до еды, чтобы у вас происходил отток желчи в пустую двенадцатиперстную кишку? А также часто эта желчь забрасывается в желудок и вызывает изъязвление слизистой желудка. Поэтому часто люди, принимающие масло натощак, получают язву, гастрит, эрозию. Поэтому желчегонные масла принимайте перед самым завтраком, во время или после него. Что вредит нашей печени? На первом месте это безусловно алкоголь. Если не брать всякую термоядерную химию, типа мышьяка, свинца, хлора, которые люди не употребляют, то алкоголь стоит на первом месте по причинению вреда нашей печени. Печень это фильтр, который очищает все, что приходит к нам в организм. И вот как раз таки алкоголь травмирует самое большое количество клеток печени. На втором месте это так называемая пищевая химия. То есть различные е-добавки с продуктов питания. Почетное третье место, которое не сильно уступает второму, это все жареное. На четвертом месте однократный прием большого количества жирных продуктов. Неважно, полезные то жиры или вредные. В идеале отказаться от всех четырех перечисленных вариантов употребления продуктов. Ну и старайтесь в любом случае помогать вашей печени восстанавливаться. Этому поможет масло расторопши.